Начало нового года уже традиционное время для новшеств в правилах дорожного движения. Так, нововведения коснулись требований Косага. Теперь для всех страховых компаний обязательно продажа электронных страховых полисов. К преимуществам опции следует отнести возможность приобретения полиса через интернет без каких-либо дополнительных расходов. Кроме того, это удобнее и быстрее, чем приобретение в офисе страховых компаний. Также началось и подорожание. В зависимости от числа грубых нарушений коэффициент при страховании может быть равен трём. Получить помощь в кратчайшие сроки, по мнению экспертов, теперь можно будет благодаря обязательному оснащению новых машин системой Эроглонас. Автомобили, где она не установлена, будут запрещены для ввоза в страну. Попал водитель в такую ситуацию, что где-то, может быть, заглох автомобиль, где-то, может быть, ехал с дороги. И чтобы ему там помочь, чтобы он там не замёрз, вот это оповещение именно Глонаса, когда будет видно в электронном виде, где, конечно же, помощь придёт в кратчайшее время, и человеку, участнику дорожного движения будет оказана помощь. Уравнять всех перед законом планируют введением специального штрафа за опасное вождение. Речь идёт о тех, кто создаёт помехи на дороге, не соблюдая дистанцию и создавая угрозу другим машинам. Пока закон находится только на рассмотрении, но уже обсуждаются высокие суммы штрафа. Существенные изменения коснулись и правил перевозки детей. До 7 лет теперь можно ездить в кресле только на заднем сидении. На переднем пассажирском сидении использование детских кресел всё также остаётся обязательным для ребят до 12 лет. Штраф за нарушение до 3000 рублей. Будьте внимательны, эти изменения вступили в силу также с 1 января. Правила перевозки детей изменились и в автобусах. Теперь для этого можно использовать только автобусы не старше 10 лет, оснащённые тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-ДЖПС. Нужно будет соблюсти все технические характеристики, все требования законодательные для перевозки детей. А так их осуществляет же много компаний. Для чего это делается? Чтобы снизить не только детский дорожно-транспортный травматизм, а именно массовый.